Как работает Ариал Спикер? Здравствуйте, запятая, дорогие пользователи Хабра Хабра. Восклицательный знак, абзац. Наконец наступил тот день, когда я решил написать первый пост для вас. Точка, абзац. Речь будет о том, как возникла мне идея создания проекта, запятая, на какой стадии развития мы находимся сегодня, и какие планы стоят перед нами в самое ближайшее будущее. Точка, абзац, абзац. Идея проекта возникла еще в далеком 2009 году, запятая, когда я был еще студентом Марийского государственного университета. Точка. В свое время я мечтал поступить в главный альмаматор страны Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Точка. Те, кто знает, запятая, наверняка помнят, что в первое время там не принимался единый государственный экзамен, и необходимо было сдавать все экзамены лично, используя свои знания и навыки. Точка. Для этих целей я активно готовился более года. Точка. Я разработал свою собственную программу на год. Запятая. Я разделил методичку абитуриента на временные периоды в течение года по дисциплинам. Точка. И по ней активно готовился каждый день. Точка. Весь мой день был расписан буквально по минутам. Точка. Вставал я в 6 часов 30 минут, запятая, а ложился 23.00. Точка. Благодаря четкой организованности, запятая, мне удалось значительно повысить свой бэкграунд. Точка. Бэкграунд. Точка. Внутренний мир. Точка. Абзац. Однако этого оказалось недостаточно для поступления. Точка. По время подготовки я обратил внимание на учебники по фонетике. Запятая. Где большое внимание уделяется изучению иностранного языка на основе правильной артикуляции. Точка. Артикуляция – это разделы в лингвистике, которые отвечают за произношение. Точка. Я задумался по этой теме и вспомнил про глухих людей, запятая, которые развивают в себе навыки чтения по губам. Точка. Идея мне показалась оригинальной. Дефис. И я решил заниматься созданием аудиовизуальной системы распознавания речи. Запятая. Которая на первом этапе будет позволять человеку преобразовывать речевые данные в текст. Запятая. А потом воспроизводить их для общения с иностранцами. Точка. Некий прообраз этой идеи только сегодня можно было услышать. Про скайп. Точка. Microsoft объявила о том, что создает специальный сервис, запятая, который позволит в режиме реального времени общаться с иностранцами за счет синхронизации информации на разных языках. Точка. Вот такая вот идея для 2009 года. Точка. Абзац. Удалить пять слов. Вот такая вот идея для 2009 года. Точка. Абзац. Затем я занимался этим неформально. Запятая. Проводил исследования по данной тематике. Запятая. Писал научные статьи. Запятая. Выступал на конференциях. Двоиточия. Сначала на региональных. Запятая. Потом на столичных. Точка. Ездил по разному роду. С летом молодежи. Запятая. Был даже два раза на Теслигере. Точка. Абзац. Таким образом, мне удалось впервые привлечь финансирование от фонда Бортника. На сумму 400 тысяч рублей. Это сумма расписывалась на два года, и я получал денежные средства в размере 15 примерно тысяч рублей в месяц. Запятая. Что для студента было очень и очень хорошо. Точка. Абзац. Также в это время я сумел познакомиться с людьми, которые в этой области что-то мыслят и соображают. Запятая. Точка. Причем лучше, чем я. Людьми. Точка. Постепенно мы стали прорабатывать эту тему и создавать свое собственное решение. Точка. Но это была больше научная работа. Дефис. Без всякого намека на бизнес. Точка. Абзац. В 2011 году я закончил с красным дипломом университет. Запятая. Я решил не идти в аспирантуру. Запятая. А попробовать заниматься этим направлением. Точка. Мне хотелось создать компанию. Точка. Более того, я мечтал об этом. Точка. Абзац. В конце года я переехал в Казань вместе с двумя ребятами из города Ишкарала. Точка. Точка. И мы стали заниматься подобной тематикой более профессионально. Точка. Однако, конечно же, наших навыков и знаний было недостаточно. Точка. Но очень сильно в этом плане помогал Казанский IT-парк. Запятая. А затем мы еще стали резидентами Сколково. Запятая. Удалить четыре слова. Мы стали резидентами Сколково. Запятая. Поскольку у проекта были некоторые определенные научные основы. Точка. Абзац. Однако первая версия технологии появилась только в тринадцатом году. Точка. Как это не удивительно. Запятая. Первое решение было абсолютно неудачным. Точка. Поскольку. В своей работе основной акцент мы делали на видеообработку. Запятая. В то время как аудио уделялась лишь вспомогательная функция. Точка. Абзац. Таким образом. В первом решении человек очень сильно зависел от внешних условий. Двоеточие. Расстояние от камеры до человека. Запятая. Качество картинки. Запятая. Насколько активно человек движется в кадре. Точка. Мы позабыли о самом главном принципе систем распознавания речи. Дефис. Программа должна давать эффект свободы. Точка. Абзац. Затем мы пересмотрели нашу концепцию. И примерно в конце октября запустили новую версию продукта. Точка. Точка. С этого момента начался наш постепенный рост. Запятая. Постепенно именно с этого времени у нас начался постепенный рост. Запятая. Который во многом органический. Точка. Решение постепенно распространяется. Запятая. У нас появляются новые пользователи. Запятая. База данных продукта растет. Запятая. Растет, конечно, и прибыль. Запятая. Но пока еще не в таких серьезных значениях, как бы хотелось бы. Точка. Абзац. Таким образом, подводя итог. Двоеточие. Я в этой теме уже достаточно давно. Почти пять лет. Точка. Компания существует два года. Точка. За время работы мы пережили множество этапов. Двоеточие. Удалить четыре слова. Мы пережили множество этапов. Точка. Были периоды, когда у нас в штате было более десяти человек. Запятая. Было, когда фактически проектом занималось два человека. Точка. Точка. Запятая. Основная цель и задача – продвинуть наше решение на европейские и американские рынки. Точка. Точка. Поскольку RealSpeaker легко можно адаптировать под любой язык. Дефис. Нужно лишь сделать грамотную локализацию сайта и локализацию приложения. Точка. 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 человека из общего шума, чтобы программа могла подавлять посторонние шумы, к решению задачи мы стремимся, точка, и она будет рано или поздно решена, точка, абзац. Спасибо огромное за ваше внимание, запятая, отличная неделя, восклицательный знак, абзац. Если будут у вас вопросы, запятая, пишите, точка, буду рад рассказать более подробно, точка, абзац. Всего самого замечательного, восклицательный знак, абзац. С уважением, запятая, абзац, Виктор, отправить. Субтитры создавал DimaTorzok